МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие байкерского сезона состоится 4 мая. Это масштабное событие уже более 20 лет собирает представителей мото-движения со всего Приморья. Около 2000 мотоциклов съезжаются на главной площади Владивостока. Каким будет байкерский фестиваль в этом году? Узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Михаил Слушкин, президент дальневосточного байк-клуба «Железные тигры». Здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Заборский, известный байкер Приморья. Здравствуйте. Уже более 24 лет, если я не ошибаюсь, вы по традиции встречаете весну байкерским фестивалем, открываете сезон. А вот интересно, как все начиналось? Насколько я знаю, первая ваша встреча состоялась в 1995 году у подводной лодки С-56. Так ли это? Примерно так. На самом деле так и было. Мы подхватили волну, которая ослабла, скажем так, в годы перестройки, начатая в свое время мотоциклистами Владивостока, которых мы сейчас относим к ветеранам байкерского движения. С уважением к ним относимся. И спустя вот практически 10 лет, в 1995 году, вновь начали собираться мотоциклисты у Мариала С-56. И тем самым движение вновь начало потихоньку обрастать новыми участниками. И в 1997 году уже официально мы решили провести первое открытие байкерского сезона. То есть оно было и в 1995-1996, но официально уже как мероприятие на уровне города в 1997 году прошло. То есть это была такая очередная новая волна в 1995 году, получается? Да. То есть те, кто все это начинал, вернулись и подросли новые. Эпоха Возрождения. Эпоха Возрождения прошла, да. Ну и с 1997 года, получается, проходит тот фестиваль, в котором мы его видим сегодня. Либо он как-то кардинально изменился. Расскажите, вот если он менялся, то произошло ли это постепенно? Или в какой-то момент вы решили полностью изменить формат? Как это было? Давайте вспомним его историю еще. Ну, первые мероприятия проходили, конечно же, на энтузиазме тех, кто вновь это пытался все организовать. Постепенно, конечно же, обросли уже и помощниками, и заинтересованными людьми. И, скажем так, в 1998 году был такой пик подъема, первого подъема. Но кризис немножко там все подпортил. Я вот хотела сказать, интересно, что у вас тут подъема, а был-то кризис? Кризис 1998 года все подпортил. Расли, росли. Да, да, но движение продолжало расти, тем не менее. Вот, и был немножко спад в организационных моментах. Все строилось буквально на том, что приглашались просто желающие поучаствовать в данных мероприятиях. Кто чем может, тем и мог помочь. Там, допустим, в ПАПАД выдавал нам два КАМАЗа длинномера. Мы их пригоняли на шамру, ставили борт к борту, открывали борта, и получалась сцена. То есть, да. Как интересно. Да, даже вот такие были моменты. Ну и, соответственно, другие организации помогали кто чем может. Вот. И уже, скажем так, волна именно такого подъема пошла, когда нас стали понимать и стали поддерживать в администрации. Конечно же, это сыграло очень важную роль. И стало немножко проще. Виталий, а вы какие яркие моменты из истории байкерского фестиваля можете вспомнить, интересные? Да, истории много было. У нас была история сначала, что собирались на С-50, потом все перемещались на шамру. Это было излюбленное место, где проходили конкурсы, всякое мероприятие, была музыка, все кушали, отдыхали, веселились. Потом пришел тот момент, что мы перестали помещаться в районе подводной лодки. И поэтому было принято решение. И вот спасибо клубу «Айрон Таггерс». Они дожали, так можно сказать, администрацию, которая нам сейчас огромное, конечно, спасибо, предоставляет нам площадь, чтобы мы организовали это мероприятие. Соответственно, друг другу помогаем и дальше продолжаем тянуть эту традицию, как можно так сказать, тянуть в нашу кругу, чтобы видели зрителей, видели владивостокцы, гости города Владивостока, что есть такая, можно сказать, субскультура в нашем крае. Соответственно, мы ломаем все стереотипы, потому что 90-е годы дали себе знать, и многие люди еще думают, что мы какие-то такие бандиты еще пока что. На самом деле, оно где-то и помогает в некоторых моментах, что о нас так думают. А в каких, например, Виталий? Ну, были такие моменты, мы, как обычно, мы веселые ребята, как бы, мы ничего не стесняемся. Приехали в кафешку, ну, ехали по пути, как бы отдыхать, так, в сторону Арсеньева, и заехали в кафе, ну, просто перекусить на самом деле. Ну, у нас где-то было, наверное, человек, наверное, 20-30, вообще, мотоциклов. Ну, я представляю. Просто перекусить, да. Мы зашли в кафешку, понимаем, что мест нам не хватит, и мы, как бы, собирались уходить уже, и просто 3 секунды, и кафешка опустела. На самом деле, ну, мы при этом ничего не делали, мы га-га-га, там, свои шутки, шутки, и все, кафешка опустела. Нас, на самом деле, очень хорошо покормили, нам сделали хорошую скидку, почти 20% мы были, конечно, удивлены данным фактом, и сказали, что приезжайте еще. Есть еще такая традиция среди кафешек, что байкеры тратят всегда много денег, когда они кушают. едят. Скорее всего, это, ну, есть на самом деле такой факт, но он немножко преувеличен, на самом деле. Да, он преувеличен, да, потому что у многих стереотипы, что мотоциклисты имеют хороший бюджет свой, большие карманы с большими деньгами, но на самом деле это немножко не так, чуть-чуть. Просто мы все любим свою технику, свой мотоцикл, поэтому мы туда вкладываем не только деньги и душу. Любое хобби, это же все-таки хобби, да, это же хобби, это увлечение, которое позволяет отвлечься от повседневной жизни, да, от каких-то там своих семейных, бытовых, там, или каких-то проблем. Да, и стрессов элементарных. Да, да, то есть любое хобби, оно затратно, да. Соответственно, все стараются как-то что-то где-то выкроить на то, чтобы позволять себе заниматься данным делом. Вот, ну, многие сейчас мотоциклисты, да, то есть как бы именно непосредственно к байкерскому движению и к байкерам, да, нельзя отнести всех поголовно, да. Большинство все-таки людей, это просто мотоциклисты, люди, которые просто любят мотоцикли, любители, любят отдыхать, кататься вместе, общаться, вот. Много людей из бизнеса, да, кто просто после работы, именно, чтобы, скажем так, снять стресс общий, напряженность рабочего дня, то есть просто вечером садятся на мотоцикл, да, и прохватывают, получая удовольствие от этого. А вот у меня тогда возник другой вопрос. Понятно, что можно как любитель этим заниматься, а можно ли превратить именно это хобби, быть байкером, вот в профессию конкретно? Бывают ли такие случаи у вас? Или нет? Или все-таки это исключительно хобби? Ну, скажем так, как бы именно профессия байкера, ну, наверное, нет все-таки. Есть среди нас мотоциклисты, да, которые, допустим, ну, мотопутешественники, мотопутешественники, да, то есть, которые, скажем так, ищут себе на поездку спонсоров, как и любой путешественник, да, то есть рекламируют, продвигают какую-то линейку чего-либо, да, и, соответственно, за счет этого путешествуют, и все видимости, ну, и, можно сказать, что профессия не профессия, ну, это увлечение как бы вот... Как тревел-блогер, да, да, как сейчас появилось это. И, соответственно, на чем-то человек все равно зарабатывает. Но многие клубы, многие сообщества, да, для того, чтобы вести свою какую-то общественную деятельность, да, если это не противоречит, опять же, уставу, как общественной организации, там, да, или как внутреннему уставу организации, имеют какой-то свой бизнес, какой-то доход для того, чтобы содержать, допустим, тоже клубное помещение или там что-то делать, производить там или обслуживать там. Ну, то есть какой-то бизнес все равно может быть совместный для того, чтобы продолжать существовать, продолжать существовать, то есть, да, вести деятельность. Клуб «Железные тигры» Iron Tigers – первый открыватель среди мотолюбителей на длинневосточных дорогах, даже не любителей, ну, среди байкеров, да, давайте называть вещи своими именами. Какова ситуация сегодня? Как много клубов есть, как много клубов появляется? Расскажите об этом. Я имею в виду, конечно, Приморье, Владивосток. Ну, в принципе, Приморье, Владивосток и Дальний Восток, да. То есть так сложилось, да, скажем так, у нас, что вот на Дальнем Востоке мы оказались первым мотосообществом и клубом, который заявил о себе и начал это движение развивать. Да, сейчас, конечно же, уже спустя более чем 20 лет, более чем 20 лет, конечно же, сообщество разрослось, очень много клубов представлено и по всей стране, уж там вообще говорить, и, наверное, всех и не перечислишь, и не знаешь даже, да, а на Дальнем Востоке у нас уже как бы очень-очень большое сообщество и мото-клубов, и мото-сообществ, и просто мото-объединений. Вот, и, ну, мы были первыми, а сейчас стараемся поддерживать отношения, контакты со всеми. Стало ли в чем-то доступнее, чем раньше, увлечение байками, да, мотоциклами, серьезными машинами, я имею в виду именно теми, на которых ездите сегодня вы? Вот, может быть, доступность, я не знаю, да, может быть, возможность приобрести, ну, их стало проще, вот, то есть в какой-то степени все-таки легче, или же наоборот, только сложности прибавилось с годами? Да, сложности не прибавилось, на самом деле, только спустя год, ну, с каждым годом люди становятся, ну, как бы, более-таки развитые, ну, кто-то больше откладывает капитал, то есть есть еще такое понимание, как модно стало, то есть люди садятся на мотоцикл из-за того, что это модно. Ну, красиво, конечно. Да, красиво. Но, на самом деле, все начинали, так называемые, там, с 200 кубиков, с 400 кубиков, там, 600 кубиков, и с каждым годом шел рост. Сейчас, конечно, у всех мотоциклов, которые уже бывалые такие мотоциклисты, конечно, там уже тысячи кубиков, и свыше тысячи кубиков. Соответственно, люди и сами социально растут, то есть внутренние растут, развиваются внутри, соответственно, их мотоцикл постоянно становится круче, больше, больше объема, больше позволяет дальше ехать, и быстрее ехать, поэтому, соответственно, выглядят они по-другому. Доступность стало, конечно, много, но налоги, налоги, конечно, нас прижимают немножко. Рынок есть рынок, само собой рынок растет, то есть есть потребность, соответственно, и есть... Есть спрос, есть предложение. Есть предложение, и тут на сегодняшний день, конечно, особых проблем не составляет купить, приобрести что-то себе, и как и саму технику, так и амуницию, то есть с этим вообще проблем нет. Это раньше гонялись за всем, не было возможности, допустим, просто зашел дома в интернет, да, и там с аукциона, ну, не даже не с аукциона, там с Алиэкспресс, там, или там еще какие-то там площадки, зашел, просто купил тебе по почте прислали, и все. Раньше такого не было, поэтому при первой же возможности, попадая куда-либо за границу, бежали в ближайший мотомагазин, что-то примеряли, что-то брали себе, друзьям, там, по списку. Тут же звонили, есть то, там будем брать, размер такой, по мере себя там. Сейчас с этим проблем, конечно же, нет. Сейчас с этим проблем, конечно же, нет. Ну и, конечно, мне кажется, в ход шел, когда это, возможно, хендмейт раньше. Безусловно. В этом была своя эстетика, мне кажется. Даже сейчас у нас в городе есть ребята, допустим, есть такое мотосообщество, там, ну, я назовусь, Сыны Ветра, да, то есть у них в команде там такие есть рукастые пацаны, что шьют, шьют, клепают там все, что можно, то есть и восстанавливают, и старую технику, так что… Живет это еще, живет. Живет, живет. И есть люди, кто, допустим, занимался человек, там, выучился на сапожниках, а сейчас для байкеров шьют, там, и обувь шьют, и там, и жилеты шьют, там, ремни, там, кошельки, там, ну, все, что будет. А вот у Виталия сегодня, я прошу обратить внимание, да, особенно такой значками завешан жилет, правильно я называю, жилет у вас называется, да? Да, можно так сказать. Я так понимаю, что есть раритетные, да, какие-то… Есть, да, они с годами, потому что этой жилетке уже, 8 лет, значки здесь меняются, по одной простой причине, что у нас обычное приветствие, это мы друг друга обняли, ну, соответственно, очки слетают, и кто-то меняется, кто-то мне дарит. То есть, значок перекочевывает к другу, при зонце. Ну, можно, конечно, скажу, может быть, сказать громко, что, наверное, скорее всего, ввел традицию обвешиваться с значками, и сейчас очень многие, сейчас вот ты смотришь, и люди, там, там, значки, 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 у всех значки, это красиво, это забавно, это прикольно, да, есть разные значки, какие-то памятные, какие-то к чему-то привязаны. Я вижу, что даже советские, да, есть? Есть, да. С советского времени. Да, и советского времени, и СССР, и любого. Поэтому тут, в принципе, есть, собственно, заработанные какие-то определенные регламенты, есть, которые подарены. На самом деле, у каждого клуба свои правила ношения. Свои правила ношения цветов. Соответственно, цвета – это принадлежность человека к той или иной байкерской организации, в сообществе. Соответственно, у всех свои правила ношения. Вот, у кого-то регламентируется это, у кого-то нет. Допустим, у нас по уставу, да, мы в жилетках, которых мы непосредственно передвигаемся на мотоциклах, как члены клуба, да, представляя свой клуб, мы никакую постороннюю символику не носим. Но если мы где-то в поездке, да, или мы куда-то едем, или мы на каких-то мероприятиях участвуем, конечно же, мы тоже покупаем атрибутику этих мероприятий, и шевроны, и нашивки, различные значки, да. Но потом они все равно после возвращения, скажем так, на базу, они на жилетке не должны присутствовать, и у каждого дома, скажем так, бархатная подушечка, да, на которой все это бережно, все это бережно, да, хранится, подкалывается и копится. Я предлагаю чуть позже рассказать еще о некоторых правилах клуба «Железные тигры», в частности, о правилах байкеров. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с «Железными тиграми». Мы говорили о правилах, о кодексе, да, том самом байкерском известном. Вот у вас, например, также есть никнеймы, псевдонимы, прозвища, как это правильно называть, я точно не знаю. Расскажите о них. Михаил, вы пират. Виталий, вы Наполеон. Почему? Как вообще они рождаются? Ну, да, у каждого байкера, да, независимо от его имени, да, в жизни, есть и присутствует какой-то никнейм, который, как правило, дается окружением. И связан он, может быть, с чем угодно. От совпадения с чем-либо или с кем-либо, да, до профессиональной деятельности. Вот, ну, скажем так, мне в свое время дал никнейм первый человек, кто его… Употребил, да? Употребил, употребил, да. Это был один из основателей нашего клуба. К сожалению, он погиб на мотоцикле много лет назад, уже более 20 лет назад. Вот. Он заметил просто, что когда вот я вот в таком образе, да, с банданой на голове, что я похож на пират на пирата, да. Ну, так и пошло, пират-пират. Ну, а Виталий, вы сами видите, да, красавец-мужчина. То есть, хоть я роста и небольшого, но планы у меня наполеоновские. И харизма. Да, харизма, планы наполеоновские, и мотоцикл у меня больше, чем у всех. Попробуйте со мной справиться, да. Виталия, крутое, конечно, прозвище. Это бесспорно, ну, на самом деле, не я его придумывал, даже не знаю, на самом деле, как оно изначально появилось. Потому что, ну, я с многими сообществами общаюсь. Конечно, изначально хотел другое себе прозвище, пытался его как-то внедрить, но почему, а тут же сразу отпало. Не прижилось. Да, потом, как-то так получилось, там кто-то сказал, типа, вот, да ты как Наполеон. Ну, ладно, я вышел себе нашивочку такую маленькую, пришил, потом ее отшил. А потом в другом сообществе человек тоже говорит, типа, вот как тебя вот назвать, вот как вот. Ну, они все вот очень долго думают. Он говорит, я вспомнил, я у тебя видел нашивку давно-давно, было написано Наполеон. Я такой, ну, было дело, ну, будешь Наполеоном. Я говорю, а смысл в чем, как вообще? Ну, Ростика, ты, говорит, маленькая, я говорю, я понятно, я понял, все, я понял. Можно не продолжать. Да, понял, да, говорит, дальше что? Ну, говорит, ты весь никак что-нибудь придумаешь, и как попрешь, 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 говорит, как великий полководец Наполеон. Я говорю, все, понял, осознал, принял, буду. Как приняли, как назвали, так и пру дальше, пру, пру, пру. Вот, на самом деле это большой плюс, потому что Виталий бессменно является ведущим на многих мероприятиях, в том числе и на наших, вот, и на нашем фестивале, и на открытии байкерского сезона в том числе. Я как раз хотела к нему вернуться, да, с чего мы начали, это с открытия, 4 мая, повторюсь, открывается байкерский сезон 2019 во Владивостоке. Виталий, ну, теперь вам слово, расскажите, как все будет проходить в этом году. Конечно, мы приглашаем всех жителей города Владивостока, гостей города Владивостока на открытие мотосезона 2019 года на площадь Борцон за власть Совету. Время начало официально с 11 часов утра до 15.00. Это как раз выезд колонны. Колонна начинает собираться с половины третьего, и в три часа колонна начинает выходить из площади и выдвигаться колонна. На площади будет происходить фестиваль, будут конкурсы, в которых можно поучаствовать не только мотоциклистам, соответственно, и гостям, хорошие подарки. Также у нас есть наши друзья, которые предоставляют подарки на конкурсы. Конкурсы будут забавные, интересные. Все меня пытаются спросить, какие будут конкурсы, что будет в них. Я говорю, никому не скажу. Придите, участвуйте, поймете. И правильно, нужно в процессе пребывать. Да, надо в процессе. Всегда получается такая ситуация, что конкурс начинает все-таки. Ну, мы знаем, конкурс, типа, мы не пойдем. Я говорю, вы сначала попробуйте. В процессе, в период всего конкурса, все понимают, что конкурс был не тот, который начинался, соответственно. И заканчивается он совсем, на самом деле, по-другому. Многие меня спрашивают, как ваш конкурс заканчивается. Как? Я говорю, я не могу сказать, как мои конкурсы могут закончиться. Это все зависит от зрителей, от самих участников. Я отталкиваюсь, в первую очередь, от них. Им интересно, соответственно, я что-то продолжаю, что-то дальше делаю, двигаю. Это вот хорошо, что у нас на площади мы, соответственно, покажем, кто мы, что мы, как говорится. Также там будет мото-выставка, отдельная мото-выставка, именно кастом-байков, где люди могут поучаствовать в конкурсе, именно выбрать, какой лучший из мотоциклов. Также у нас будет проходить конкурс, это «Мотоледи». Мы с радио Ви-Би-Си устраиваем этот конкурс. Ну, соответственно, я буду выручать подарки «Мотоледи». Традиционный, кстати, конкурс тоже. Да, хороший, замечательный конкурс, девчонки хорошо подхватили его. Да, мы как бы не сказали, что очень много на мотоциклах ездят девочки. Девушки. Это замечательно, то, что наши вторые половинки, наши сестры, наши девчонки-знакомые от нас не отстают. То есть это очень замечательно. Расширяется, расширяется именно кругозор и влияние людей, соответственно, больше. Соответственно, жители города смотрят, дети, и они тянутся. Тянутся, тянутся к хорошему. Потому что мы, можно сказать, показываем пример, чем можно заниматься. Не просто сидеть на лавочке, обсуждать что-то, а чем-то заниматься дальше. Можно двигаться, можно общаться. Я хотела, извините, вопрос важный, мне кажется, про детей спросить. Ну, конечно, все захотят посидеть, сфотографироваться с мотоциклом. Можно будет это сделать? Интересно ли будет прям малышам? Безусловно. То есть никогда не возникало таких вот прям вопросов, что категорически нет. Конечно же, если горожане приходят на данное мероприятие и приводят с собой детей, которые, как говорится, втягиваются в данную субкультуру, ну и не обязательно даже именно в дальнейшем там быть или становиться байкером или мотоциклистом, но детям всегда интересно. Конечно же, просто надо найти хозяина мотоцикла, спросить у него, можно ли присесть, сфотографироваться там или рядом как-то. То есть, как правило, быть аккуратнее просто, да, потому что, как правило, никто никогда не отказывает и всегда с удовольствием. У нас даже один год был, что на площади мы сделали специально коридор, то есть леерными ограждениями было выделено место буквально, то есть 100 метров по кругу, и мы катали детей, то есть катали детей, то есть на площади вот здесь вот по кружочку. Круто! Да, а хотелось бы еще, конечно же, обратиться непосредственно к участникам, да, то есть к мотоциклистам, к байкерам, что не надо быть пассивными. То есть люди стараются, люди организуют мероприятия, то есть изыскивают средства, возможности, подтягивают спонсоров, которым тоже огромное спасибо. И участвуйте, участвуйте в конкурсах, не стесняйтесь. Понятно, что в наше время можно все купить в магазине, да, но все равно хотелось бы, чтобы купить это одно, а выиграть, получить это как приз, это совсем другое. И хотелось бы, чтобы ребята были активнее, то есть именно в плане участия в конкурсах, для того, чтобы это было зрелищно, для того, чтобы это было интересно и самим мотоциклистам, и прежде всего, и горожанам в том числе, кто придет на данное мероприятие, посетив его с детьми. Байкерский фестиваль, это открытие, это действительно очень зрелищно, это очень круто. И хочется прямо подойти, потрогать, пощупать эти мотоциклы, и вот есть уникальная возможность это сделать. И мы сегодня, мне кажется, кто еще не знал, вот цель нашей программы такая была разрушить, пожалуй, вот вы его сегодня озвучили, главный миф относительно байкеров, что они суровые, злые, к ним нельзя подойти, они бандиты, да, как вы сказали. Это совершенно не так, это безумно приятно с вами общаться, и я хочу призвать всех, приходите на Центральную площадь 4 мая, и вы узнаете и увидите сами, как это замечательно, что у нас в городе есть клуб «Железные тигры», есть движение байкеров, и я хочу вас поблагодарить за это, и поблагодарить за это мероприятие, которое, можно сказать, уже стало культовым во Владивостоке. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам сегодня. Хорошего открытия вас. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланны Бережная. Увидимся на Восьмом.